Брошенные личные вещи, обувь, даже часы. Вокруг мусор, бутылки из-под алкоголя. Рядом костровища. Все это свидетельствует о том, что совсем недавно здесь была компания отдыхающих, которые явно проводили время не в самом трезвом виде. После себя они оставили знатный бардак. Но самое страшное в этой истории, что отдых на берегу реки Ягорбы закончился трагедией. Компания из трех отдыхающих расположилась в укромном месте Ягорбы, формально уже за чертой города, после дачных причалов. При себе у мужчин не было даже мобильных телефонов. Поэтому сообщение об утонувшем товарищи спасателям передали третьи лица. Два человека сидели, встать не могли, слишком пьяные. В том виде третий лежит в воде. Ну что, с водой достали на берег, положили в спецмешок. Увезли в город, перезали в полицию. А эти продолжили отдыхать? Эти продолжили отдыхать. А получается, потом, через день, вам снова пришлось спасателям выезжать? Спасатели на следующем выезжали. Один уехал, который был хозяин водки, а второй пошел в лес и заблудился. Так вот, который заблудился, того забирали. Утонувшему было всего 34. Между тем, у спасателя Сергея Валентиновича за плечами уже 20-летний стаж работы. Удивить его сложно. Но эта история даже для такого специалиста – яркий пример человеческой безответственности. И очередное подтверждение – вода пьяных не любит. Об этом в ходе рейда спасатели напоминают череповчанам ежедневно. Как и о средствах безопасности, которыми зачастую пренебрегают рыбаки. Буквально в полу километра от места недавней трагедии встречаем мужчину в лодке, а жилет стал надевать только при виде спасателей. Вы считаете это не опасным? Почему? Так не считаю. Получается, если вы были без жилета, значит, уверены в своих силах, думаете, что это не опасно. Снял. Одевал коробку, снял. Пока не одел еще жилет. Причины для оправдания у нарушителей есть всегда. Инспектор Дим Швидотов, слушаю, почему вышли без спасательных жилетов на водный объект? Нет, они есть так-то. Так-то они есть, так-то они должны надеты на вас быть. Что-то я забыл в этот раз взять. Такая излишняя забывчивость может стоить жизни. Еще одна ежедневная тревожная часть работы спасателей – дети у воды без присмотра взрослых. Только за последнюю неделю таких случаев 20. А сколько вам лет? 13. Это маловато, чтобы вам без взрослых на реке находиться. Как вообще думаете, вы плаваете-то достаточно хорошо? Да. Думаете, это не опасно? Ну, не знаю, смотря в каком состоянии человек, ребенок. Чаще всего, только завидев вдали лодку, спасатели, такие купающиеся, разбегаются кто куда. С этих бетонных плит возле пляжа строитель несовершеннолетних экстремалов приходится прогонять ежедневно. Место опасное. Держи, держи его, держи, держи, малова побежал. Еще буквально через километр снова дети без присмотра взрослых. Рыбачить с высоты, как таковых ограждений, рядом нет. Ну, родители вам разрешили? Ну да, они сказали, скоро придут. Ну все знаете, что опасно-то одним на берегу находиться? Ты пойдешь, если тебе не выберутся в воду? Да, мы знаем. Спасатели передают информацию сотрудникам по делам несовершеннолетних, хотя в свою очередь связываются с родителями. Специалисты отмечают, зачастую у воды встречаются одни и те же компании. К счастью, за этот сезон несчастные случаи с участием детей на воде в Череповце не происходили. Мария Беленко, Сергей Павлов. Новости.